Тем временем крупнейшие в Шимкенте швейные фабрики терпят убытки из-за отсутствия заказа от национальной компании «Казинжиниринг». Речь идет о форме для военных. Отечественные пошивочные цеха, которые лишились поддержки со стороны государства, вынуждены сокращать производство и массово увольнять своих сотрудников. Вот смотрим на это сырье каждый день, приходим, люди звонят, когда будет работа. Рулоны тканей в 50 километров, стоимостью более чем 100 миллионов тенге уже больше года пылятся на складах швейной фабрики «Гаухар». Материал для пошива спецодежды и обмундирования предприятие закупило у зарубежных поставщиков, как это требовала национальная компания «Казахстан Инжиниринг», через которую и распределялся государственный оборонный заказ. Однако многомиллионного заказа швейная фабрика так и не дождалась. В связи с этим предприятие проставит без работы уже пятый месяц. «Казахстан Инжиниринг» у них неохота было заниматься вот этой всей рутинной работой, и они создают вот этот же сампас, консорциум, который сейчас, значит, что делает? Просто, значит, сами создали себе вот такую группу, которая будет расширяться, увеличиваться и богатеть. А вот эти фабрики, мы у них как, грубо говоря, рабы. Мы исполняем их заказы за копейки. Проблемы, жалуются отечественные производители, начались в прошлом году. Именно тогда национальная компания «Казахстан Инжиниринг» отменила все тендеры и отдала государственный заказ консорциуму «Жасампас». Лишившись государственной поддержки, десятки предприятий легкой промышленности вынуждены сокращать производство и увольнять своих сотрудников. До 2015 года мы получали по электронным конкурсам заказы от Министерства обороны. Это были хорошие заказы, 280 человек работало. Образцы пошили, представили все, но почему-то заказа этого нет. В связи с этим у нас январь-февраль месяц и конец года мы практически остаемся без работы. Шемкенские предприниматели рассказали, что государственная поддержка в виде оборонного заказа давала возможность развиваться предприятию, закупалось дорогостоящее оборудование, создавались новые рабочие места. Теперь крупнейшие швейные фабрики города на грани разорения. Возможно, теперь после раскрытия коррупционной составляющей в «Казахстан Инжиниринге» ситуация поменяется, надеются предприниматели. Наконец восторжествует справедливость и тысячи людей вновь обретут надежду на работу, а значит и на жизнь. Александра Ким, Виталий Занятинов, Информбюро, Южно-Казахстанская область. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова